И вот, после того, как меня избили эти участковые, угрожали мне, я, ну для тебя же это нормально, то есть, для тебя нормально, ты не можешь себе представить, это тебе не гопники просто или какие-нибудь шпана с улицы угрожает, а реальная, как бы высшая каста, по сути-то, у которой есть все данные на тебя, и после этого я не мог спать нормально, не мог, у меня вообще сильная тревожность была ужасная, и, ну я при этом занимался пробежками, как и раньше, пытался продолжать, еще я помню, слушал музыку, медведь, имму, и разную такую, мелодичную, и рисовать продолжал. Короче, примерно похоже, они, по ощущениям, знаешь, похожи, как будто вот ты счастливый такой день, ты просто спокойно рисуешь, все хорошо, там, типа с друзьями, типа с друзьями, да, и просто толпа гопников на тебя нападает, избивает, тебя унижает и выходит. Вот такое же, ну ты завтра, на следующий день продолжаешь рисовать, или что-нибудь там сидеть в песочнице, играть, ну, если ты ребенок. Вот такое же ощущение, знаешь, как после того, как к полиции пришел, только, 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 только потом ты спишь, не можешь уснуть, и пришлось обратиться к врачу у меня, хотя у меня и так диагноз, мне и клеймо поставила, это богиня Несса, это врачиня Несса, это за то, что она издевалась, словесно издевалась надо мной, я сказал, ну вы дура, потому что я уже наслушался до этого, сколько сталкивался и ничего не говорил в ответ, и потом решил сказать, о чем пожалел, потому что она мне поставила диагноз, мне сказала, радуйся, что я тебя в тюрьму не посадила, просто за то, что я назвал ее дурой, она в тюрьму, милицию в тюрьму, что же, что же ты, когда, что же, что, ты, что, ты, что, никогда никого не обзывала, дураком там, и что, тебя сразу в милицию звали, да, а ты считаешь, ну вот она, короче, считается, у нее есть синдром бога, я могу показать это место, где она работает, ее фамилию я не знаю, могу узнать, просто для истории, чтобы сохранилась, когда я умру, может через 500 лет, блин, хотя здесь уже не будет русского населения, когда, и причем, ни никто, никакой СМИ за меня не заступился, наоборот, она заступилась за этих полицейских, я рассказал местному, местная СМИ, она продажная, она рассказывает только о чиновниках, о их бизнесе, я даже снимал, ни, ни одно СМИ, ни одно лобби, никакое не поддержало меня, ни один аутичный, этот человек меня не поддержал, после этого я был затравлен еще, и, а там, в Москве, или где, с одним аутичным ребенком, он орал, там, что-то там, слишком громко вел себя, ну, вызывая, ну, нарушая, типа, нарушая общественный порядок, слишком громко орал, и, ну, и тупые, ну, не тупые, берусь хоть назад, ладно, короче, полицейские просто скрутили его, не знаю, может, он наехал, ехал, орал на них, они его скрутили, такой человек, такой может быть, и знаешь, как что поднялось, какая бучка, его маман, моя мама простая, она на стороне полицейских была, и бабушка, она говорит, мало били тебя, моя бабушка говорила, когда я в саду помогал, а вот, потому что я простой русский человек, а у этого парня, он не русский человек, не простой человек, не, сами знаете, какой он человек, моего мама написала в фейсбуке, что ее сына вот так поступили, тогда, знаешь, один за всех и все из-за одного, такая бучка поднялась, что этих полицейских уволили, публично их унизили, там, публично все разобрались, до высшего дошло, до командования, что избранного, избранного, не простого русского человека, полицейские скрутили, аутичного человека, а избранного, или кто он там, вот как родители относятся к ним, к детям таким, а меня бесит просто, вот то, что, вот мне что разозлило, то, что вот этот вот простой россиянин, вот этот вот отец, он своего сына назвал бабой, нормальный отец, блин, отец, кое-какой отец, другой банкир, например, он говорит своему сыну, что ты избранный, что ты выше всех этих людишек, которые здесь ходят, типа, и что ты должен повелевать иметь, что ты должен уметь заговаривать зубы, уметь деньги делать, а он никогда не скажет своему сыну, что ты как баба, он скажет, если ты хочешь переодеваться в женщину, ты можешь, это вообще пофиг, ты избранный, а они никто, а наш русский человек, такой, он гнобит своего ребенка, и мать гнобит, и они на стороне полиции, они сами могут вызвать полицию, и полиция загнобит ребенка, если аутичный. Потом я стал лечиться на таблетках, и мне стало полегче, меня тогда избили, я уже говорил, я не буду повторять, и никто не помог, никто, никто абсолютно, никто вообще, никто, ноль, ноль, никто, потому что я простой русский человек, простой русский человек, у меня голубые глаза, обычные волосы, посмотри, у меня голубые глаза, нету этих мешков под глазами, обычный нос, посмотри в профиль, обычный подбородок, зубы обычные, смотри, не выпирают, обычный человек я, я воспитан, воспитан, так, что мне мама говорила, она говорила, я сейчас, короче, не буду шутить про этот, типа, ты живи, другим не мешай, блин, не до шуток, она говорила мне, что все люди равны, ко всем нужно хорошо относиться, все люди к тебе хорошо относятся, да, вот такое воспитание, знаешь, что сделала из меня, из меня теперь? Счастье, что я жив остался, потому что есть люди, которые не считают, которые, которые, которые не считают, что все равны, и которые ненавидят, презирают, простых, просто такого человека, как я, простых русских людей, и презирают, и ненавидят, и могут убить или искалечить, если заведут в место, где без свидетелей, а потом скажут, а это не со зла сделал, это так, хорошо, я понял, ты не со зла это сделал, спасибо, я понял, я тоже не держу на тебя зла, избил меня, разбил мои очки, спасибо, хоть не забил меня до комы, ну, я серьезно, без сарказма говорю, я прощаю, я простил этих полицейских, и тебя простил, и всех простил, короче, к тому же я таблетки сейчас принимаю, мне это помогает, короче, никто не ступится за тебя, если ты простой человек русский, и за границей ты никому не нужен, на самом деле, понимаешь, нету солидарности никакой, они сами, сами русские люди издеваются друг над другом, точнее, не русские, а россияне, издеваются друг над другом, когда над русским человеком издевается, какая-нибудь, Пёдорова это, не одобряю, не одобряю токсичную лексику, короче, издеваются кто-нибудь, они смеются, они травят такого человека, вместо поддержки, солидарности, у нас относятся друг друга как к говну, прости, простите, прости, пожалуйста, за выражение грубое, но это реально так, это не только я вижу, это замечаю, это и другие замечают, блин, и сейчас наступает тоталитарный век, ужасно тоталитарный век, который не снился, никаким Гитлером не снились эти, то, что сейчас технический прогресс, тоталитарная возможность для тоталитаризма, никаким сотням, миллионы Гитлеров такое даже бы не выдумали, и мы вместо того, чтобы, не знаю, мне там напишут всякую фигню, дичь какую-то, шауе, напишут, шуе, шуе, пишут, о, начинается стравливание, начинается, о, агент ФСБ, блин, ну ты шуе просто, не агент ФСБ, ну, короче, он просто угорает, пофиг, я ему написал там, ППШ, там, власть наша, блин, чтобы он успокоился, короче, блин, короче, у русских людей не будет через 50 лет, скорее всего, это, к сожалению, я говорю, потому что, это говорю даже не я, а учительница истории, она-то разбирается в этом, директриса, потому что пропаганда, потому что женщин приучили выбирать себе так называемых альфачей, которых на самом деле не существует, для женщины без разницы, кто-то альфач, нет, она, для нее важно, как говорил Володя Подхертов, который презирает, который, скорее всего, который меня не считает за человека, и здороваться со мной даже не будет, потому что он же, он же бога-человек, а я кто, я ничтожный, я еще христианин тому же, а он не любит, он это, ну, или любит, ему пофиг вообще, на всех, на русских, ему пофиг, он просто нормальные вещи говорит, он говорит, что женщине нужно сейчас в России, сейчас нищета из-за всего этого, как сказал бы Жак Фреско, только деньги, ресурсы, развлекухи от тебя, если ты, или еще что-то такое вот, унижение, вот что он сказал, это его цитата, я с ним согласен, а он у меня, даже, даже плюнет, не плюнет в мою сторону, потому что он не считает таких, как я, за человека, потому что я ничтожество в его глазах, такие, как я, это как моя бабушка говорит мне, что я тупое ничтожество, потому что я не смотрю телевизор, не знаю, что, Путина новости не смотрю, не знаю, что в стране происходит, что я тупой, а я историю учил, и очень хорошо знаю, а это то же самое, что я понимаю мою бабушку, что она смотрит, я понимаю ее, я не злюсь, а она меня не понимает, она думает, что я идиот тупой, вот так же и Володя Батхёртов, наверное, тоже, или подобные, они у меня сразу скажут, фу, это ничтожный олень, там, ничтожество, бабараб, там, ну, ничтожный, короче, вообще, даже руки не подам, даже не плюнет в сторону, а я понимаю вас, а я вас понимаю, блин, вот, как пример этот привел, вы меня не понимаете, а я вас понимаю, блин, можете хоть что там издеваться надо мной, скиньте им, как надо мной издеваются, это Федорова, пусть поиздеваются, пусть они думают, что я ни в теме, ни в чём не разбираюсь, мне плевать вообще, я всё равно скоро сдохну, блин, и они скажут, ну и хорошо, а то, что, то, что художник, то, что я художник, могу картины много нарисовать ещё, я начинаю сделать город чудом света, начинаю сделать город чудом света, и я конкретно описывал, как это сделать, я могу, и влиял я положительно на других людей, на детей, когда я рисовал, они подходили, я из отморозков, они становились теми, кто хочет научиться и стать художником, я многих вдохновил, этого ничего не скажет, да, я просто обычное, обычное двумногоходящее ничтожество, просто жалкая душонка, как он выражается, ну, не в мою сторону, в сторону обычных русских людей, ну, россиян, точнее, ну, короче, без разницы, да, ты прав, я ничтожество, всё, и правильно, что я должен сдохнуть, я, никого не призываю, я должен сдохнуть, блин, офигеть, какой я ревнивый, блин, я сам своей девушке сказал, что вступи в их семью, вступи к ним, стань их частью, полная свобода, она читала, все, могла читать при мне, все мои дневники, ну, она всю переписку мою читала, я даже просил её, все даже дневники она прочитала мои и сказала об этом, я сказал, просто помолчал, офигеть, целовал её, когда, я помню, я вспоминаю только хорошее о ней, когда я, ну, ночью, наверное, не могу уснуть, я вспоминаю, как у неё там по женской части что-то, ну, болело, там киста, по-моему, была или что, ну, киста обычная, она у всех бывает, может появиться, я взял вот это вот, выдрал вот это вот, принёс на стол, поставил, там стол стоял, и стал в интернете искать по названиям этих, по названиям, стал искать обезболивающие, и что поможет там при температуре, при этом, она лежала, и она сказала, я с такой силы пытался найти, найти, что поможет ей, нашёл, наконец, ну, и ещё до того, как я нашёл, она сказала, что не ошиблась в человеке, я до сих пор, на всю жизнь это запомню, эти слова, спасибо тебе за такие слова добрые, сейчас они всё, что я говорю, я говорю без сарказма, ну, и я дал ей там таблетки, которые более-менее соответствовали, ей стало полегче, ну, это было ещё до того, как я, как она, как этот ДОДО 2018 года, когда я ещё не посещал психиатра, просто обычные таблетки, которые у мамы в аптечке были, я нашёл, по интернету там смотрел, инструкции читал, от чего. Короче, я плохой, ужасный человек, негодяй там, целовал её, и это посчитали побоями другие люди, потому что они не могут, ну, потому что след от поцелуя не отличаются, я просто целовал даже её в лоб, даже в лоб целовал с такой страстью, они не понимают просто, ну, действительно, я не обвиняю никого, действительно, это похоже на побои, но это поцелуи были. Если бы у меня появилась новая девушка, я бы целовал её так же, а может уже и нет, потому что меня затравили за это всё, или завидуют, но я бы целовал тебя, если ты захочешь, так сильно, так крепко, только ты можешь даже не говорить никому, что это, скажи, что этот маньяк тебя бьёт, они всё равно не поверят, а если скажут, что это поцелуй, они тебе будут завидовать, и будет ещё хуже. Они все будут говорить тебе, брось его. Если ты скажешь, что это тиран, они скажут, брось его. Если ты скажешь, что это поцелуи, мой парень меня так целует, они с ещё большей силой будут завидовать тебе, и скажут тебе, брось его, брось его, брось его, будут гадости придумывать всякие, будут изощрённо придумывать. По колледже твои. Я учился в колледже, в художественном, они такое там видел, такое слышал, что не буду даже пересказывать. С таким презрением они относятся к мужскому роду вообще. И ко мне, я бы ничего не сделал, я просто стоял в своей мастерской, никого не трогал, подошла с другой мастерской, я ничего ей не сделал. Она просто ко всем, они просто всех, как фашисты, всех равняют под аду гребёнка. Я не сделал ничего вообще, застенчивый парень был, просто стоял, и она с такой ненавистью мне сказала, что ты на меня смотришь? Типа, типа, она как, знаешь, то же самое, как будто бы я был бы евреем, а она, этот, нацист по их подходит, и такая поворачивается, что ты на меня смотришь? Вот то же самое, блин. Я после этого в пол просто стал смотреть, потому что я был в депрессии сильной, из-за того, что безответной любви, не к ней, а к Александре Сизвиненко, которая на этого года старше меня была. Я страдал от этого сильно, потому что я художник и скрипач. Я на скрипку окончил. Никто из моей группы не окончил скрипку, я один закончил. Короче, там я учился среди настоящих фашисток, нацисток в душе своей, которые, которые на самом деле, типа, богини, они на самом деле не знают даже истории, что такое нацизм, фашизм, но они просто видят парня какого-нибудь, который зажатый немножко, и они его, над ним издеваются, его презирают, смотрят на него с такой ненавистью, прям, они, как нацисты, нацисты, как фашисты, нацисты, смотрят с ненавистью на какого-нибудь инвалида, там, они, если видели парня какого-нибудь, который спина искренная, я видел, она с такой ненавистью смотрела на него, у нее красные волосы еще были, короче, пошла она, надо было, надо было сказать, пошла ты знаешь, Но я обычно, я не умею так сказать У меня накапливается это все Я живу на таблетках, мне это помогает Сейчас я еще приму таблеток, мне поможет Короче, русский человек мужского рода в России никто Это я на своем личном опыте убедился Да, и вы вместо того, чтобы поддержать, вы будете смеяться надо мной Говорить, да ты лох, ничтожество Я видел это, что так поступают А я говорю тебе, да, я ничтожество Да, надо мной издевались и били меня не раз И по голове Да, я ничтожество, может в армии вы меня убили Может быть нет или нет Нет, скорее всего не убили, я бы вырос нормальным человеком в армии Если бы подслужил, как говорит мой отец Но я при этом подам тебе руку, если тебя Какая-нибудь богиня Несса со всей силы ударит по коленной чашке Я подам тебе руку, подниму тебя Или если она сама подслужится, я подам руку Я не буду смеяться над вами Вот в чем наша разница А вы будете смеяться, вы смеетесь надо мной Издеваетесь, поддерживаете этих, кто издевается Вот все Ну извините за эту негативническую речь Я сейчас приму таблетки прям при вас Еще дополнительно И простите за эту музыку Я понимаю, что вам не нравится такая музыка Я слушаю зацикленная, потому что Ну потому что я нормальный человек У меня с головой все в порядке Я слушаю зацикленную музыку часами Это нормально, да Безусловно, я не аутист Безусловно, у меня нет никаких отклонений То есть, особенностей Особенностей У меня нет никаких особенностей Я такой же, как и все Меня можно издеваться, гнобить Когда я с плакатом стоял Написал, я аутист Это не болезнь В школе издевались надо мной Ну как, типа Из-за моих аутичных проявлений Я с плакатом стоял Они взяли это, выложили Как будто это Фрик Как будто это ничтожество какое-то Когда я как Пытаюсь защитить таких Чтобы такого не повторялось Чтобы не издевались над детьми такими Каким был я Молодцы, блин Еще что от вас ожидать Разве это не Мордор Флоксетин 41 рубль 55 копеек Вот, флоксетин 10 миллиграмм Интерлерген Нейролептик За свои деньги куплен Не с твоих налогов Будь уверен Не с твоих налогов За свои деньги куплены Ну не за свои Спасибо тем, кто донатил Искренне Или просто Когда мама дала Немножко Или Спасибо тем, кто задонатил Я Простите, что я Столь негативно Я говорю Я сейчас выпью таблетки Мне станет легче Я буду рисовать Сейчас мне должно стать легче Да, я пью таблетки Я, да Я сумасшедший, да Да, я недочеловек В ваших глазах, да Мечтаю сделать город Чудом света Чтобы туда съезжались Туристы Чтобы экономика Потом была Основана на туризме Да, я недочеловек Я животное Знаешь, что ты меня назвал Уголовник? Животное Настоящий уголовник Который сыт под себя Меня девушка рассказывала Жаловалась Даже где-то сообщение осталось Она жаловалась Что Там Мочой воняет Блин В соседней комнате Говорит Ужас И этот человек Называл меня Животным Ну нормально Я Прощаю тебе И я тебе ничего не писал Тебе писали С анонимной страницей Эти Ты типа Подумал, что это я Ты не знаешь, что есть Такие люди, которые С анонимной страницей пишут И подставляют Другого человека Издеваются Над ним Я на самом деле Не писал тебе Никаких оскорблений Короче Забьем Это вот мой рисунок Который никому нахрен не нужен Я нигде не нужен здесь Вот, смотри Сид человек А вот Аленин Айм Аленин Вот Что от него осталось Разрушенная Мельница Механизм Какой-то Страшный Доспехи Оружие Продается здесь Ну Средневековая Иисус Прости меня За мою Уныние Скорбь И Селфкил Никого не призываю Здесь На виселице Меня повесили Здесь Распяли Иисуса Видишь Везде мельницы Везде мельницы Везде мельницы Под куполом Город Не понимаешь, да? Неинтересно Неинтересно Да, не буду рисовать Другую Начну Лучше А это Интересно Нет Плохая прорисовка Все ужасно Ничего не понятно Слишком Какая-то Какая-то фигня Ребенок Какой он рисует Да Конечно Да Мазня Когда я рисовал Мне говорили Помню Когда я учился Ладно, не будем Хватит Короче, все Извините Что за негативизм Весь этот Сейчас мне станет Полегче Я не принимал Никаких транквизаторов Очень холодно Я сплю в одежде Уже Который день Простите Ради бога Я не хотел Никого задеть Все так складывается Потому что Так сложно Среда И культура И элита Так все устроила А элита Живет Наверху Наверху В прямом смысле Этого слова Не буду дальше Развивать Эту тему Какая разница Я умру Одиноким Ты умрешь Не одиноким Ты сделаешь детей Но они умрут Потом Потом они умрут Наша цивилизация Осталась 50 лет Я не желаю Никому смерти Я говорю просто О том Что наша цивилизация Осталась 50 лет Все Дальше здесь будут Другие Или никого не будет Или Будет золотой миллиард Но ты туда Точно не попадешь Я туда точно Не попаду И мы Не объединимся Мы Не объединимся Простые люди Не могут объединиться Они только могут Другого унижать Бить Ты хочешь избить меня Хочешь меня Там Преследовать Да Хочешь что-нибудь Пакость мне какую-нибудь сделать Да Молодец Только вот Через 50 лет Ни тебя уже не будет Ни твоих детей Ничего Думаешь Думаешь ты станешь Избранным Войдешь В золотой миллиард Думаешь Тебя там Ты там Такой крутой Думаешь Да Лучше бы объединились Простые люди А не гнобили Друг друга Мужчины Не должны Никогда Друг друга Даже словом И обсуждать Девушек Они не должны Они должны Обсуждать дела Реальные А не девушек А когда обсуждают Девушек Начинаются драки Начинаются конфликты Избиения Начинается Вот эта жестокость Какая-то Неадекватная Просто Как будто Бес Как будто Появляется И подначивает И никакой Ревности Там не было Просто Наоборот Я говорил Своей девушке Давай Будь С ними Как бы Как семья С ними Одна Просто Я Такой Больной Дурак Блин Был Ну сейчас Я тоже Дурак Но я Лечусь Что лучше Тот Кто считает Себя Богом И Все Что Делает Правильно Не лечится Или я Кто Считаю Себя Дурак Что Я Раскаиваюсь И я Лечусь Принимаю Таблетки За свои Деньги Причем Ну Я Не потрачу Деньги Ни на что Ни на какое Развлечение Ни на что У меня нет Девушек Нет друзей Я вот Лечусь Таблетками Травлю себя И обогащаю Эту чертову Валентафарму Фирму Которая Дорожает Цены Дорожает И управляет Они же Сами живут Где-нибудь В Австрии Хотелось бы Меня на них Посмотреть Деньги